Коллеги, добрый день! Если нас видно, слышно, презентацию видно, поставьте плюсик, пожалуйста. Отлично. Отлично. Все, тогда, коллеги, начинаем наш вебинар. Меня зовут Воронов Александр, я продакт-менеджер по продукции Ястар. Вместе со мной Олег Левицкий, старший инженер по, соответственно, также оборудованию Ястар. И сегодня мы вам расскажем о решении компании Ястар для универсированных коммуникаций Lincos. Возможно, и даже почти наверняка, вы с подобным решением сталкивались уже. Может быть, кто-то его пользует активно, может быть, кто-то тестировал. Но, думаю, что достаточно много с ним знакомых. Но жизнь не стоит на месте. И в настоящее время компания Ястар выпустила новую версию данного решения, а именно Lincos Cloud Service. Как из названия понятное, это решение облачное, и дальше мы более подробно о нем поговорим. Решение, соответственно, представляет себя полнофункциональный клиент. Клиент может использоваться как на настольном компьютере, ноутбуке, может интегрироваться в телефоны, причем телефоны разных производителей, работающих на операционной системе Android, либо, соответственно, айфоны. И весь функционал, который необходим для повседневной жизни, уже в это приложение включен. Также есть приложение настольное для Apple и для Microsoft Windows. При этом между всеми терминалами осуществляется полная синхронизация. То есть, если мы какие-то действия производим на своем телефоне, либо на десктопном приложении, у нас, соответственно, такие же действия отображаются и происходят на всех наших подключенных устройствах. Обеспечивается интеграция со списком контактов, с CRM-системами, и, собственно, планируется далее в 2019 году реализация более глубокой интеграции с CRM-системами, а также рассмотрим основные функции, которые доступны для приложений. Во-первых, как ранее говорилось, система обладает единым интерфейсом для настольных приложений, для приложений под управлением операционной системы Android, под iOS, под Mac. То есть, пользователь, независимо от того, каким устройством он пользуется, может всегда удобно и привычным образом пользоваться данным приложением. Так, у кого-то звук пропал, и тут вопрос есть, какие CRM поддержатся, этот ответ будет дальше. Вот, чтобы звук появился, нас слышно должно быть, да? Поставьте плюс, если нас слышно, если Александр не слышит, отрегулируйте звук у себя на клиентском устройстве, на компьютере, на чем вы смотрите. Так, Александр, продолжайте, прошу прощения. Все хорошо, да, понятно. Ну, во-первых, приложение поддерживает базовые функции вызова, то есть осуществление звонка. Безусловно, оно является одним из основных для данного унифицированного решения, потому что нам всегда в любое время, в любом месте необходимо иметь возможность ответить на вызов. Необходимо иметь возможность ответить на вызов, увидеть состояние абонентов, увидеть состояние, в каком находятся наши коллеги, кто-то разговаривает, кто-то в данный момент свободен, кто-то по какой-то причине отсутствует. То есть все, все эти вещи, все эти функции, они в приложении реализованы. То есть можно в удобном режиме видеть сотрудника, видеть его состояние, иметь возможность позвонить, где бы человек не находился, и где бы не находился тот сотрудник, у которого установлено данное предложение. Включено, кроме того, в состав приложения корпоративный справочник, то есть все сотрудники компании в приложении находятся в состоянии обеспечивающем понимание, можно ли им позвонить или нет. Все они видны, все в корпоративном справочнике, собственно, присутствуют. Это базовая часть телефонной станции, и она интегрирована в данное приложение. Может осуществляться полное управление всеми вызовами, так же, как с обычного настойного телефона. Обеспечивается конференц-связь, запись разговора, голосовая почта, ну и все привычные функции, которые существуют для обычных внутренних номеров. Перевод вызова на другого внутреннего абонента. Вот, в принципе, кроме софтфона в данном клиенте, еще реализована функция сети, то есть, как Александр сказал, это статусы, это управление вызовами, вот что бывает важно для секретарей. Вот, и таким образом разработан комплексный инструмент для осуществления управления вызовами с помощью либо Android, либо десктоп-устройства и станции IP-ATS Ястар серии S с использованием облачной системы Ястар Линкос Cloud System Platform. Клауд сервис, да? Так, на данном слайде показано, как с помощью десктопного приложения можно прослушать запись разговора, то есть запись разговора по нажатию, выполнить, послушать, сохранить эту запись разговора, ну и как бы выполнить любые действия с помощью мыши. Вот это именно вариант десктопного приложения для Microsoft Windows, для macOS. Мобильное приложение немного другое, у него интерфейс будет также немного другой, более предназначенный для мобильных устройств. Так, тут пишут вопросы, что звука нет, картинка переключается. Александр, проверьте, звук есть, давайте продолжать дальше. Вот, здесь показан именно вариант интерфейса, если интересует более подробно, по интерфейсу я могу провести отдельный вебинар, где достать приложение, как установить, как подключить, и как использовать его совместно с IPRTS Ястар серии S. Подробно останавливаться не будем, рассмотрим далее. Так, переключать пейдж-даун, да? Понял, что... Дополнительно в решении Linux Cloud Service добавлены мгновенные сообщения, чаты, соответственно, как личные чаты, так можно и групповые чаты проводить. Очень, как бы, востребованная вещь в достаточно большом количестве подобных приложений, вот, производителей различных, вот, поэтому она, собственно, в связи с тем, что удобно и привычно добавлена также в Linux Cloud Service. Вот, поддерживается передача смайликов в привычном режиме отправка фото, опять, пересылка файлов, то есть все, что необходимо для подобных приложений. Также поддерживается. Был вопрос по интеграции с CRM-системами. В данный момент реализован функционал интеграции с CRM такими, как Salesforce, Zoho и Microsoft Dynamics. Вот, и с системами контактов из Google Contacts, Outlook и Office 365. Соответственно, в дальнейшем будет расширение интеграции для взаимодействия с нашими CRM типа Bittrex, Amo CRM и другими 1S предприятия CRM. Мы это будем добиваться, чтобы это разрабатывали. Вот, а на данный момент десктопные варианты приложения Linux могут интегрироваться с CRM с помощью установленных модулей, плагинов внутри самого приложения. То есть необходимо открыть окошко, интерфейс. Вот далее это будет показано. Вот, и настроить для взаимодействия с соответствующими CRM-системами. Функционал реализует вызов абонента из интерфейса CRM-системы. Вот, потом всплывание карточки вызова по входящему, при входящем вызове. Вот, и внесение данных о осуществленном, выполненном вызове в CRM-системе. Также дополнительно в текущем году ожидается углубленная разработка в части интеграции STI для того, чтобы можно было пользоваться привычным IP-телефоном и, собственно, никак его не задействовать, то есть не беря его в руки, а используя приложение десктопное Linux. То есть из этого приложения можно будет осуществить вызов, принять вызов, используя ресурсы IP-телефона. То есть у IP-телефонов есть специальный Action URL, допустим, у Eolink или у других моделей приложение будет подключаться по данному интерфейсу к IP-телефону и управлять этим IP-телефоном. Это будет очень удобно для использования в колл-центрах, когда используются вернитуры у операторов. И, собственно, управление аппаратным телефоном идет прямо из интерфейса приложения. Рассмотрим теперь, собственно, в чем плюс, в чем изюминка данного решения от компании E-Stars. Ведь существует достаточно большое количество аналогичных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, наконец, в которых также реализованы все похожие функционалы. То есть, точно так же осуществляется пересылка файлов, можно посылать им эмодзи, сообщения, смайлики, можно переписываться в чате, создавать групповые чаты. То есть, все это существует, все это есть. Но одно основное примечание и замечание, которое касается именно решения E-Stars. Все вышесказанные разработки, приложения, они разработаны для персонального пользователя, для одного человека. Он ими пользуется сам, у него, соответственно, на телефоне персональная телефонная книга, он не может использовать с помощью этого приложения корпоративные линии связи, принимать, отправлять звонки с корпоративного номера. Приложение Lincuse Cloud Service интегрировано с телефонной станцией пользователя. То есть, все, кто пользуется данным приложением при организации вызовов, при приеме вызовов, могут пользоваться корпоративными линиями связи с сохранением номера, с сохранением информации, передаваемой при вызове. Общая, абсолютно общая является телефонная книга, то есть, все абоненты телефонной станции, являющиеся сотрудниками компании, также находятся в этой книге. Система единым образом администрируется, есть единая голосовая почта, то есть, это решение для организации, для компании. И воспользоваться соответственно корпоративными тарифами и прочими услугами абонент, имеющий данное приложение, может соответственно в любой точке, где он не находился. Достаточно удобно. Так, есть тут два вопроса. Антон спрашивает, звонки по мобильному телефону идут по ВИП? Так, звонки в приложении, которое установлено на мобильный, на смартфон, в приложении Lingus, они идут через интернет-канал, они не используют никакой мобильный канал, ни GSM-линию, ни 3G, используют только мобильный трафик, и, да, действительно, звонки идут, используя ВИП-протокол. Вот, если это Lingus Cloud Platform, то звонки будут выполняться внутри шифрованного канала по ВИП, внутри канала, то есть это не открытый СИП, по которому можно будет совершить какие-то неавторизованные вызовы. Да, необходим в телефоне 4G, 3G, либо Wi-Fi, то есть интернет-канал, который позволит обеспечить соответствующую связь для прохождения голоса. И системный интегратор Дмитрий из Нижнего Новгорода спрашивает, поддерживается ли видеовызовы. Так, планируется ли поддержка видеовызовов? Да, планируют выполнить видеовызовы, но это будет чуть позже, пока еще видеовызовы не работают, точнее, не есть в тестовом режиме, но у меня даже пока еще нет, но планируется сделать видеовызовы в дальнейшем. Вот, так далее. Так, еще вопрос, какие порты нужно пробрасывать, это дальше будет слайдик, я этому покажу. Да, еще раз отметим о том, что Линкус, решение Линкус, про которое мы говорим, это облачный сервис, в отличие от предыдущего локального решения. И в соответствии с тем, что сервис облачный, немного, немного, в принципе, существенно отличается структура, использование, структура включения к этому сервису. здесь вот задавали вопрос по портам, то есть, извините, Олег, я немножечко пару слов скажу, значит, при реализации решения ранее, то есть, Линкус, который у нас использовался в телефонных станциях локально, он требовал наличия, коллеги, одну минуточку, у нас сейчас посмотрим, что у нас со звуком. Слушайте, посмотрите, у вас звук идет через этот микрофон или через стройный в настройках сайта. Помоги, пожалуйста. Какой там микрофон? USB 3 камера и по умолчанию Sharp и Gmail это он. динамики, микрофон USB он. А есть настройки укропа? Помогаю вниз. Нет, нет, выше. Прямо. Ниже. Ниже. Вот. Вот. Снимайте. Сохраните. Так, продолжаем. Да, со звуком администратор пришел лучше. Обещал сделать поход. Просите. Так, сейчас звук нормально, лучше стал, да? Звук отличный, все. Спасибо. Коллеги, продолжаем. Ранее в локальной версии линбус, требовались некоторые шаги для того, чтобы активировать данный функционал, и эти шаги заключались в том, что был необходим открыт IP-адрес, необходимо было сделать настройки над, пробросить порты, вот, то есть достаточно такая процедура, ну, не сказать, что сложная, но тем не менее, требующая определенных телодвижений, и кроме того, по завершении процедуры оставались открытые порты, которые снижали безопасность корпоративной сети. Давайте видео сделаем, пишут, видео нет, вот, не видна картинка, слайды не видны, или не двигается изображение на экране с нашими лицами, как видео не работает. Зависло, да? F5, давайте сейчас обновим, ну, в принципе, картинка статична, поэтому то, что видео зависло, у нас выявилось? Да, это видео, как бы, я считаю, его нужно сделать в углу, а не сбоку, ну, Ну, вот, отлично. Пусть будет, так. Так, ну, значит, по поводу того, как у нас было организовано это в более ранних версиях клипуса, как бы, понятно, вот, все с этим встречались. Так, я хотел сказать, по этому слайду. Так, по поводу более ранней версии Линкуса. Значит, в более ранней версии Линкуса было то отличие, что там не было Линкус Cloud Platform, но в новой версии Линкус также остались возможность настройки вручную и возможность бесплатного использования, то есть используя, скажем, устанавливая приложение из Google Apps, Google Play, да, Google App Play, где мы устанавливаем приложение, мы можем бесплатно абсолютно настроить на взаимодействие с нашей станцией, но для этого нам необходимо произвести некоторые ручные настройки, открыть порты, сделать маршрутизацию, то есть порт форвардинг на маршрутизаторе НАТ, вот, и соответственно вручную настраивать, даже не вручную, даже с помощью QR-кода или электронной почты настраивать наш мобильный клиент, то есть собственно сам Линкус в мобильном телефоне, вот, что касается десктоп-приложений, то только, они существуют только для Линкус Cloud, для Линкус клауд-сервиса и бесплатной версии долгосрочными использованием нет, то есть есть реальная версия, которая через месяц уже нельзя будет использовать, вот, по поводу портов, они здесь на экране обозначены, в принципе, это технический вопрос, и по этому вопросу я могу чуть более подробно рассказать о демонстрации самого приложения, если нужно будет, если кому интересно, ну, либо сделать инструкцию по настройке, точнее, отправить инструкцию по настройке, вот, в частности, это порт 81.11, либо здесь он переадресован как 90.91, и порт 50.60, это порт SIP-сигнализации, вот, тут он переадресован на 13.15, это два порта открыты, плюс нужно открыть порт для порты для RTP, это 10.000, 20.000, 10.000, 12.000, в зависимости от того, сколько планируется экстеншенов, сколько эндпоинтов планируется подключить через интернет. Так, у нас еще вопрос, десктопная версия не является бесплатной при использовании СТС-серии S. Да, действительно, есть бесплатная версия Lincos для мобильных телефонов и платная версия для десктопов, по крайней мере, на сегодняшний день у меня такая информация, то есть для десктопа есть реальный вариант, есть вариант с подпиской, с использованием с помощью клауд-сервиса. Вот, инструкцию по портам, ну, в принципе, как, вот, инструкция обычным портам IP-телефонии, да, и на сайте Eostar, она есть, и куда вы ее будете ждать, ну, не знаю, в Ютубе я ее попробую разместить, плюс я размещу ссылку на видео, в котором наш коллега Всеслав Слободской подробно рассказал, как осуществить подключение мобильной версии клиента Lincos и IP-телефонии Eostar серии S. И, по-моему, там даже этот вопрос освещался, какие порты необходимо открыть, что необходимо в станции настроить, за тем исключением, что на данный момент в станции сейчас немного другой интерфейс, который подразумевает использование и подключение к Eostar Lincos Cloud платформ. Вот, далее, Александр, до настоящего момента мы говорили в целом о предыдущей версии Lincos, теперь посмотрим, как организована собственно Lincos Cloud сервис. Основные отличия с Lincos Cloud сервис. Нам в данной версии приложения не требуется открытый IP-адрес, проброс портов и настройка НАТО. Система защищается посредством пен-туннеля и, соответственно, подключение к системе реализовано гораздо более проще. Более того, доступна возможность использования системы в течение 30 дней без какой-либо оплаты. То есть, тем режим достаточно большой, удобный, можно все посмотреть, потрогать, как работает на любой АТС. Так, и по данной схеме я немного дополню. На слайде представлена диаграмма подключения и работы приложений Alinkos и IP-АТС, скажем, заказчика или клиента с использованием промежуточных серверов в интернет. То есть, существует еще некая дополнительная инфраструктура в сети интернет, через которую будет осуществляться автоматическое подключение приложения. Вот это сервера адресации, сервера лицензирования и сервера для работы медиатрафика и VPN-канала, VPN-туннеля. То есть, если мы говорили о бесплатном использовании, то мы порты все расшариваем на станции, то есть, публикуем их на своем белом IP-адресе в интернет. Вот. И в Lingus Cloud, то есть, в платной версии, нет этой необходимости, соответственно, автоматически с помощью каких-то сценариев и Астар настраивается VPN-туннель между нашей станцией, промежуточным сервером и телефоном. И через этот тоннель происходят все вызовы. Здесь я рассказал, Александр Ванслова. Проведем некий анализ, связанный с, ну, собственно, конкурентный анализ по стоимости. Приложение от и Астар отличается дешевизной. То есть, если сравнивать его с имеющимися аналогами на рынке, в частности, Skype for Business, то стоимость на одного пользователя в год отличается даже не в разы. в зависимости от модели телефонной станции, либо начиная от S20, S412, S300, стоимость изменяется в расчете на одного пользователя в год от одного до 50 долларов. То есть, беспрецедентно низкое соотношение с тем же самым Skype for Business. При этом весь функционал необходимым пользователю присутствует в приложении, но за исключением видеовызовов. Над реализацией видеовызовов идет работа, но в принципе достаточно видеовызов достаточно редко используется в приложениях такого рода в обычной жизни. Поэтому я думаю, что это не является какой-то сильной большой проблемой, при условии, что производитель ее все-таки решит, доделает в какой-то разумной перспективе. Просто да. Если говорить уже о видеовызове, то тут же сразу возникнет такой вопрос. Хорошо, видеовызов есть, а возможно ли создание маленькой видеоконференции? А на сколько? Она больше. Поэтому видеовызов сделают, а вот видеоконференция это уже уже тема уже другая. Да, про видеоконференцию речи не идет, поэтому мы ее и не рассматриваем. Не будем. Теперь вопрос, сколько это стоит, как этим воспользоваться, где это заказать. В зависимости от типа телефонной станции, стоимость, рекомендованная производителем, доступна в данной таблица. Из расчета в год собственно стоимость как видно достаточно небольшая, разумная и поделив ее на количество абонентов станции мы как раз и получим цифры, которые мы видели на предыдущем слайде. То есть в целом цена стремится к одному доллару на пользователя в год, что является абсолютно низкой ценой. Для того, чтобы воспользоваться и получить эту услугу можно обратиться непосредственно на сайт производителя по ссылке указанной внизу таблицы и соответственно онлайн ее получить. Такой вариант также существует. При этом, как ранее уже говорил Олег, при наличии решения Linux Cloud Service локальная версия Linux, которая была разработана ранее и бесплатно, также остается доступной и бесплатной. Можно пользоваться и по-прежнему, никаких ограничений нет, но при этом необходимо помнить отличие о том, что в данном случае мы опять же вынуждены проходить все требуемые настройки, иметь открытый IP-адрес, иметь открытые порты, заботиться о дополнительной безопасности, ну и соответственно данная версия также имеет ограничения связанные с отсутствием новинных сообщений и отсутствием возможности передачи файлов. Так, здесь есть вопрос, можно ли использовать внутренние VPN-станции? Нет, это свой определенный специальный проприетарный VPN, то есть это не какой-то OpenVPN, значит, в данной системе будет использоваться свой отдельный VPN, который будет работать в той инфраструктуре, которая была показана на предыдущем слайде через сервера. и да, действительно, весь голосовой трафик будет идти через сервер, который будет здесь у нас размещен, вот, этот голосовой трафик, соответственно, будет шифроваться и идти по шифрованным туннелем. Вот, по поводу беспокойства пользователей, что через какой-то сервер будет идти голосовой трафик, ну, не знаю, облачные сервисы, они вообще предполагают, что голосовой трафик идет не пир-ту-пир, а через облачный сервис. Соответственно, это и есть облачный сервис, и да, через него будет идти голосовой трафик. Вариант без голосового трафика, который проходит через сторонние сервера, это локальное приложение и подключение к своей станции, скажем, с помощью ТЛС, да, с помощью шифрования сессий. Соответственно, голосовой трафик там не будет тоже шифроваться, его можно будет на промежуточных узлах между телефоном, скажем, провайдера и вашей станции тоже, соответственно, захватить и сохранить в виде там файла, расшифровать, послушать. Вот, как и любой телефонный трафик с вашим провайдером, СИП-провайдером, к которому подключаетесь. Далее. Коллеги, собственно, это вся информация, которую мы хотели вам озвучить по данному новому продукту, приложению Limpus Pinal Service, поэтому вас просим задавать вопросы, если они имеются. Пожелания спрашивайте, может, что-то кто-то желает. Я буду выражать пожелания разработчику, вместе с разработчиком будем думать над тем, как это реализовать, сделать. Может быть, по каким-то внутренним механизмам есть вопросы задавать. Да, запись вебинара мы обязательно выложим. Запись, да, на YouTube обязательно будет. Я внизу ссылочку помещу, по-моему, на слайд с настройками для публикации портов с вопросом, со ссылками, с различными ссылками, которые помогут. Есть ли необходимость выкладывать дополнительную информацию по Limpus предыдущей версии? Может быть, такая тоже необходимость существует? Так нет, это и есть та же самая версия. Я просто размещу, но там будет информация о том, как это настраивать вручную. Есть даже вебинар. Я просто возьму под этим видео, размещу просто ссылку на другое видео, которое мы раньше снимали. Всеслав, как мы найдем. Так, стык АТС с сервисом по сип-транкам. Стык АТС с сервисом производится тоже через соответствующий туннель, внутри которого, да, действительно там используются сип-транки. Но этот стык производится через серверное приложение Limpus Cloud Platform. То есть мы не видим, мы не создаем, собственно, сип-транк. Мы на сип-транк только включаем галочку подключиться к облачному сервису. И, соответственно, АТС уже сама все настройки делает с помощью каких-то сценариев, которые заложены, алгоритм подключения. Коллеги, еще вопросы? Да, давайте. Может быть, пожелания. Или идеи какие-то. Может, есть какая-то идея, которая нету других, которую мы хотим реализовать здесь. Вы увидите. Кроме видеоконференции, собственно. Потому что это сложно сделать. Да, клиент для мобильного русифицирован, для десктопа тоже русифицирован. Для мобильного более-менее как русифицирован, можно использовать. Там есть некоторые, такие, скажем, более длинные фразы, которые можно сократить. Некоторые нюансы, которые мы будем дорабатывать. Ну, это вообще не стоит обсуждать. Так, АТС С-300, пользователи на сегодня только 50. Какая цена? Так, АТС идет, ну, то есть, стоимость за данный cloud-сервис идет в расчете на систему. То есть, если у нас система определенной емкости, определенного класса, то цена единая за нее, она не делится по конкретному количеству пользователей. Если это станция С-300, цена соответствует С-300. Коллеги, еще вопросы? Так, еще ждем тогда минуты. Если вопросы не появятся, то будем завершать. Какова нагрузка на аккумулятор софтфона? На аккумулятор софтфона нагрузку в определенных попугаев я сказать не могу, конечно, но это приложение очень интенсивно тестировали на то, чтобы приложение работало в фоновом режиме и не использовало нагрузку при, скажем, заблокированном смартфоне. То есть, не используется нагрузка на аккумулятор, когда смартфон заблокирован. Используется система пуш-уведомлений, стандартная, андроидовская. И приходящий вызов, соответственно, запускает приложение, приложение уже звонит. То есть, приложение спит так, что почти не расходует батарею, не расходует соответственно мотивы. Ну, хочу добавить, что у меня, собственно, такое приложение в телефоне, так же, как у Олега, установлено. И я после его установки практически не заметил изменений, связанных с какой-то затратой на аккумулятор дополнительный. Хотя пользуюсь регулярно. Так, спрашиваю, сервис только для АТС и Астар, или можно какой-нибудь Астериск подцепить? Ну, для Астериска есть несколько, много приложений. Допустим, можно подцепить там какой-нибудь там микросип или еще что-нибудь. Ну, конечно, опенсорсный, да, Астериск опенсорсное решение. А это проприетарное приложение от разработчика Ястар. Поэтому там свой собственный сигнальный протокол, собственный тоннель, поэтому к Астериску мы его просто так не приделаем. Так, и Константин, при вызове из приложения внутренний абонент слышит эхо. Как с ним бороться? Внутренний абонент станции слышит эхо, и как с ним бороться? Алгоритмы эхо-компенсации не работают, получается. Да, или откуда эхо появляется? Он слышит сам себя или слышит эхо? Давайте так, для того, чтобы побороться с эхо, мы сделаем дампы и отправим в соответствующую службу, которая их разберет, там на осциллографах, анализаторов спектра посмотрит, доработает алгоритмы. Оптимизация этого эхо. И, соответственно, будем, сделаем... Ну и в целом, эхо может возникать по разным причинам. Поэтому тут, собственно, нужно какое-то исследование провести. Да. Подключение через облако и сигнал задержки. Нужно снимать трассировки, так просто я не угадаю, почему эхо. Можно, да, это все. Анализировать это нужно. Так, сейчас нет чатов с фотофонной версией. Но если это не клауд, то там, да, действительно, версия, которая обычная, не клауд. Там отключен чат, отключен презенс, и нет шифрованного как бы туннеля, с помощью которого можно безопасно созваниваться. То есть, да, то есть это, собственно, те самые отличия, про которые мы ранее говорили. И именно ими, в том числе, отличается версия локальная от версии клауд. Окей, коллеги. Если вопросов больше нет, тогда предлагаем на этом наш семинар, вебинар завершать. Вот, всем большое спасибо за участие. Если появятся дополнительные вопросы, соответственно, пишите на мою почту. Вот, все материалы, которые мы обещали, обязательно выложим. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok